1 марта исполнилось 125 лет со дня рождения известной печерской сказительницы маримьяны голубковой сегодня в программе актуальное интервью мы вспомним творчество писательницы вместе с известным фольклористом сказочником певцом и гармонистом александром маточкиным александр здравствуйте очень рада видеть вас студии сама являюсь почитателем русской культуры скажите пожалуйста что привело вас сюда к нам пригласили я пришел я вообще занимаюсь сказительством и куда позовут туда иду а вот в наринмаре вы с какой наринмаре тоже позвали получить сказительство местных жителей местных деятелей ну кто занимается кто поет тут тоже интересно именно попросили нижнепечорские то есть те были на которые были здесь и записаны когда-то вот которые я сказываю будучи там у себя на большой земле так скажем в столицах а и здесь пригодилось это знание слава богу еще будет у вас как раз вечер посвященный в субботу маримьяне вот александр знаю что вы маримьяну не считаете сказительницы да вот расскажите почему то что я не считаю но дело в том что я как я же занимаюсь были нами вот и открываю том былин печоры да вы там не найдете конечно былин ну полное собрание сейчас в петербурге издается все все что было записано вот за сто лет с года открытия былин на печоры это 1902 год ну до там 70-х 80-х годов когда еще кто-то что-то мог подсказывать так вот там ее имени не найдете просто вот традиционных именно былин про илью муромца про добрый никитича вот который из веков я не записана зато записанная так понял много чего другого там плачи знало быть причетыльщицы и уже можно назвать на вот сказы и так далее ну те кто плачем плачья причетыльщица вот ну и вот вы правильно сказали писательница то есть у меня уже авторское начало и видимо этим она и выделилась вот так что несказительницы можно если она сказа составляла вот ну просто не в традиционном ключе хотя один все-таки напевчик от нее записали 10 строчек традиционные были есть а вы когда познакомились творчеством ремьяна голубкова и какое на вас произвела впечатление познакомился когда приехал в декабре прошлого года вот ну мне соответственно конечно сказали про вашу знаменитую личность познакомился хорошее впечатление хороший качественный у нее язык и творчество так интересно скажите пожалуйста вот а кто такой вот сказители какой он раньше имел значение для русского народа да а вот сказители это может быть тема для будущих фестиваля и встреч в нарьянмаре это все-таки было явление несколько другое чем вот то что представляла маримьяна голубкова а это были обычные люди обычные рыбаки тут тут показательно что вы выделять одно имя и вот целый маримьянин день а вот если брать былины сказительство то это было много людей это был целый народ и каждый что-то мог сказывать одну-две старины это обычные рыбаки были вот ваши предки ну и наши предки потому что вот в каждой школе во всей россии мы там четвертом классе проходим этих богатырей для мауром из добрынники все их знаем вот а надо сказать что сохранили то вот это знание общенародное сейчас именно северяне потому что четыре пятых былин записан на русском севере и вот как раз нижняя печора один из очагов сказительства тоже здесь они записывают то есть это явление имеет глубокие корни культурные по сути это зачатки русской словесности и русской поэзии а вообще как исполняется до былины они исполняются без сопровождения инструмента ну по крайней мере та форма в которой они были записаны да они были открыты в середине девятнадцатого века и вот и записывали их до конца двадцатого века ну кое-какие осколочки даже сейчас можно еще вот услышать ну и вот и да без сопровождения инструмента сказывали как мужчины как женщины возраст где-то смогли с 10 до 20 лет запоминать и сказывали до глубокой старости но обычно конечно сказитель это моего возраста вот был 40 50 60 лет почему потому что потом слабеет память к старости и вот старики то от которого записывались ой вы пришли когда я молодой был то есть эту были на забыл эту то есть нужна память и нужна здоровье дыхалка потому что были на и порой длится и час и полтора а если их несколько то есть старинщик вот традиции он сказывал пока все не заснут допустим артель рыбаков ушла на путину он сказывает ну вот закончил одну были ну спрашивает кто еще живет живой кто если кто откликается ему надо начинать следующий поэтому были на таки долгие а можете кусочек прочитать ах как во том и дело городе во киеве а у ласы кого кнезя у владимира заводилось истам столованье о пи рова нее собираются тут и гости 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 храбрые гости храбрые да все сильнее богатери это сейчас распел те вот пять строчек которые как раз от мариана сохранились это традиционный зачинут былины они вот именно поются да александр не поются да это поющийся эпос эпос это сказание и есть поющийся есть не поющийся не поющийся это сказки легенды предания а поющийся это блины духовные стихи баллады это всегда пение ну бывали редкие случаи когда ну человек может не музыкальный он сказывал сказание но это редко обычно все-таки ведь надо а у вас откуда тяга такому виду народного искусства вот ну к виду народного искусства и к старине и к родной старине любовь к родной старине она родилась еще школе школе в старших классах но это 90-е годы тогда было такое вообще-то ну направление стали искать вот корни там свои откуда мы пошли вообще русские вот что там как у нас одежда какой у нас язык какие у нас песни интерес неожиданно возник интерес видимо потому что все это пропало вот стали копать архивы я собственно за этим и поехал родился в североморской это заполярье мурманской области а поехал в петербург и где вот 15 лет учился именно за этим я и поехал чтобы вот узнать родную старину ну чудесным образом вот это просыпается интерес вот казалось бы да ничего не предвещает это и против течения такое был интерес потому что а как родственники ваше к этому от пониманием понимание у меня мама она архитектор и такой творческий человек она конечно была удивлена конечно на может хотелось чтобы я там все одноклассники там офицеры пошли там это денежно это вот и престижно да престижно и так далее обеспечено но а я вот захотел куда-то не пойми куда не пойми чем потому что я знал что русская старина но конкретно чтобы лины там или что еще не было понятно откуда вы их собирали богословение родительское получил но слава богу это все-таки собранное вот и пользуясь вот что мы в эфире отдадим дань должную и память вот тем людям кто это записал это ученые николай евгений ченчуков открыл сказительство в печерском крае в 1901 втором годах потом двадцать девятом году были экспедиции в 55 64 вот и записаны были на магнитофон остались аудиозаписи поэтому я в основном конечно по ним самые полные записи конечно у анчукова были а потом по не спадающий то есть уже где-то вдвое в двадцать девятом репертуар сказительский в 2 где-то уменьшился потом соответственно в 70 году уже там самые осколочки остаточки ну а на мою долю я приехал впервые на печоре правда не на нижней а на средней в десятом году ну совсем уже остаточки вот и воспоминания вот что я сейчас езжу для меня конечно интересное сегодня была встреча вчера в телевизоре я общаюсь с внуками сказителей мне конечно интересно пообщаться человеком кому в детстве рассказывали были ну повспоминать что сказать что это были за люди вот и нос то что вам передаю чем занимались вот ну такая знаю что вы образ жизни такой видеть вот как истинный сказитель да ну может не ну как сказители ведь они были рыбаками часто чаще всего все-таки оседлыми людьми вот а у меня такой образ жизни кочевой получается потому что знание редкое и вот мало кто сейчас может и сказывать интерес все таки есть у людей и народа конечно вот слава богу что все таки мы не полностью оторвавшиеся и без всяких корней какие-то в воздухе висящие вот ну русские люди современные а все-таки есть интерес проявляют люди расскажите про ваш образ жизни вот как ваш интересно знаю что вы путешествуете но нет основная это у меня деятельность это исследовательская то есть я работаю с текстами вот тот материал который я даю тут выверен каждый звук каждая там нотка то есть много очень времени занимает именно работа с текстами работа с аудиозаписями вот это все надо чтобы были ну понять нужно куда-то удалиться в городе ты ее не поймешь эти там 300 400 строк ты просто не запомнишь этому надо куда-нибудь лес вот или в деревеньке вот у меня дом на торчине есть там значится вот такая работа идет по накоплению вот этого знания ну а потом зовут туда-сюда обратно сейчас вот на римар ну сегодняшний месяц опишу вот текучий март начинается да у нас вот потом в москве будет там я веду эти лекции по сказительству рассказываю там будет вот потом будет выездная встреча в деревню на тверчину по туда поедут из москвы из петербурга там несколько человек будем уже школу учить вот люди может быть своей жизни будут сказок потом впервые выступления ну то есть я уже буду делиться вот этим накопленным опытом такая выполняю функцию работу памяти народной то есть вот раньше всегда эти люди были сказители которые помнили сказания старины и вот эту нишу как-то пытаясь заполнить восполнить этот пробел который возник в связи с разрушением традиционной деревни традиционная деревня ушла и соответственно эти люди ушли вот такая моя жизнь на текущий момент сколько всего блин вы знаете сейчас около 30 вот потому что я ведь одно могу не сказывать долго так может уже совру вот но так может она уже забылась у каждой были на свой ритм или как или у каждого сказителя свой ритм каждого сказителя был свой напев напев свой напев или несколько на которые он свои вот там 20-30 сказаний но на пещере кстати самое больше там записано 10 сказаний от одного сказителя то есть вот примерно так десяток знали а вот она в зоне же там и по 30 бывало и вот он на один напев сказывает но я пользуюсь тем что я могу этого поучить и сего у меня побольше напевов там напевов десяток я могу то на один то на другой и вот сказитель сегодня запел один напев а завтра к нему придешь он запоет на другой напев но уже не будет менять потом три сказания расскажите на тут такая история напев называется и сак вот надо сказывать старинным и саком держать и сак постановки напевы не меняется то есть я их не выдумываю не имеешь права а вот взять чей-то напев ты можешь много у нас сказителей в россии не интересовались никогда в современности да 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 в современности так я не то что интересовались интересуюсь я же занимаюсь конечно мне интересно и собственно зачем вот эти школы и в нариан мариот и на тверщине для того чтобы пополнить число людей активном которые активно могут рассказать были ну просто там отрывочек поэтому сложно учет вести вот отрывочек спеть вот именно где-то показать со сцены это но побольше тут ну вот мы проводили ход как вы который собирает таких кто с головой в это ушел я не встречал тесно говоря больше вот в кижах есть человек он знает две были на так досконально олег скобелев там вот на печоре в усть-цельме мы проводили но там все-таки по отрывочкам но там человек 10 вот вышло праздник были на был в усть-цельме и вот на это все-таки сходительством пока нельзя назвать потому что действительно это как номера настоящее сходительство начинается уже допустим после 5 былины когда ты понимаешь что их нельзя запомнить точка в точку вот а нужно уже сказывать вот то есть сказать сказание она порождается в момент исполнения то есть это не заученная текста вот я начал сказывать я придумываю грубо говоря его прям в ходе такое вот в менее интересно а вот у наших ребят есть интерес вот вы сейчас проводите школу сказительство да есть можно так и назвать у многих у многих интерес возникает у всех практически причем неважно от возраста я же в детсады и в школу прихожу и пожилые пенсионеры там каком-нибудь дыка соберутся интерес у всех вот другое дело что активно кто-то захочет ли сказать это уже другой но есть и такой определенная прослойка да хочу хочу подсказывать том числе здесь на ренмаре вот на школу идет и вот расскажите да про программу школы кто к вам пришел чтобы здесь не раму пришли люди которые уже где-то поют из ансамбле руководители до самой то есть поющие люди из музея пришел человек пустозерского ну музей пустозерской тут вас вот и значит вот ну конечно программа минимум у нас запомнить там фрагмента 3-4 самые зачины были на мы будем там строчек по 10 по 20 конечно пока за четыре дня ты вот ну хотя бы 200 строк ты не сможешь запомнить поэтому такая программа четыре дня и вот и результаты мы покажем на вот ремиальном дне попробуем выйти уже что-то исполнить ведь старины иногда сказывали сихором то есть один кто-то ведет кто сидит они могли подпевать конечно это же семейное было дело могли братья собираться или тому с женой могли сказывать он там ведет а жена подтягивает именно в какой-то семейной обстановке исполняли на праздниках до в семейной обстановке праздников потому что что такое праздник традиционный это же съезжается вся родня сежий поэтому садятся за столами и могли мест между песнями и сталина затянуть и это относится ко всему фольклору он никогда не был со сценическим явлением это всегда было внутри семейным делом вот и хочется моя задача именно чтобы она и в современности было так потому что когда мы на сцену переносим фольклор он теряет свою силу и назначение смысл теряет то есть становится уже немножко другая форма это можно сценическое такое осмысление фольклора тоже она должна быть для того чтобы заявлять и как бы напоминать людям что такое есть но вообще фольклор живет внутри семьи в сообществах друзей в компаниях друзей и так далее на каких-то гуляниях народных а какие-то праздники организуйте вот не знаю русской старины любое моё выступление это праздник русской словесности на которые вот приглашаю людей созываю это праздник это пир вот именно словесности потому что одно сказание за другим сколько хотите попросят одно я и сказки могу подсказывать попросят песни могу песни спеть вот были на так были ну это все праздники что вы еще собираетесь кроме были нас сказок какую информация вообще я вот старинами занимаюсь 10 лет а народным пением 20 лет поэтому до старин то до былин было все другое перепеть сколько старинам лет самая старинная блина которая у вас есть в репертуаре сколько лет дело в том что фольклор он имеет такое свойство снежного кома то есть у него ядро то может быть вообще древнее там племенной еще а потом он на себя набирает уже пласты более поздние поэтому вот в некоторых были нах например если брать их сюжет канву то они даже когда европейском прошлом уходят то есть даже еще русского народа нет вот ну а конечно уже вот антураж вот русский конечно это но век десятый князь владимир когда у нас был и когда киев был именно стольным градом потому что любая былина начинает с этих строк ну не любая но каждая вторая смотрите вот вы сказали что к вам в основном приходят ребята которые занимаются уже в каких-то фольклорные только только в этот раз как раз нет я вот на всех когда вот интересно вы приходите да там же может быть кто-то не знаком в таком формате да с русским творчеством как и ребята воспринимают у нас такая современная молодежь которая вся в интернете в гаджетах ну вот именно современно это это именно современный подход когда приходит живой человек и начинает сказывать потому что обычно это фольклор как это книжки что-то не там листают непонятно они там былина она дается как текст просто как рассказ они конечно удивлены и это интереснее когда человек сказывает были но живой из своей памяти порождают вот и на самом деле уроки фольклора если по устной традиции они должны быть именно такими другое дело где найти штат вот живых учителей которые вы могли все это воспроизводить вот ну в школах интересно всегда проходят встречи конечно удивлены вот люди но школьники они на той школы чтобы узнавать новое открывать для себя вы наверное часто путешествуете какие-то в каких-то экспедициях да я во первых много же ходил в экспедиции были от университета то есть там первокурсники филологический факультет договоримся по телефону стиль советом о проживании лежаем группой ходим по домам да действительно общаемся со стариками вот расспрашиваем и сейчас уже записываем даже устную прозу если они просто воспоминания устная история про свою жизнь это уже интересно плюс они носители говора же говор вот мне это тоже важно перенимать же говор нужно рассказывать то сталина они все старым еще языком ведь сказывать вот и если ты их литературно будешь передавать уже теряется смысл тоже традиция прерывается вот ну кое-что можно вот на усть цель меня там записывал причеты это такая древняя традиция ну примерно одного возраста наверно со старинами а может и того как люди начали умирать так возник этот жанр а плача и над покойным вот там это записывать а где-то сохраняется в среднем печоре еще сохраняется этот вид плюс там еще протяжная песня во всю голову если человеку 70 лет он протяжно традиционную песню споет вот они тоже очень такой жанр показательный но для среднем печи средний печор в этом плане асис потому что то я был на мизине там уже поменьше таких протяжных уже не так много больше романцев она вологодчине вообще мне не попалась вот кирилловском районе говорят другие есть районы где еще поют но вот я был в тех ваш кинский район там уже протяжных допустим не записал но записал другие виды фольклора то есть фольклор это такая вещь но обычаи традиции вы тоже наверное да да все обычаи они все относятся к этому устному я даже заменяю фольклор слова устное предание то есть то что передается от отца к сыну из века в век вот этого предания но никуда не денется всегда можно чего-нибудь да записать семейно же есть предание какие-то там рецепты там приготовления вообще семейные какие-то традиции они все потом это передаете как-то оформляете в печатном виде нет но если это от университета конечно это все оформляется перерабатывается делается отчет и складываться в архивы вот но я всегда вот учился у меня прицел был на практику потому что не интересно конечно архив это по сути кладбище традиции получается вот там все сложено и никто об этом не знает она как мертвый такой у меня всегда прицел был записать и воспринять запомнить и потом передавать то есть быть таким звеном вот и куда это дева и сейчас я уже запоминаю много я помню и памяти передаю на встречах если задают вопросы передаю дальше цепочки нибудь интересные традиции вот нам неизвестные вам удалось выяснить но уже родиться самого сказительства это основное конечно чем я занимаюсь вот это что в живую сейчас человек может сказывать были на это конечно уже вот я считаю таким хорошим александр сейчас вас очень популярно знаете проводить свадьбы в русском стиле вас приглашает на свадьбе там былины рассказы петь приглашают иногда но я стараюсь все таки заниматься своим делом потому что во первых на свадьбе был такой да традиционный это был дружка дружка которого отвел свадьбу там все это это должен другой склад немножко быть характера он все-таки должен быть заводной веселый вот видимо все таки я выбрал то жанр сказительства тоже под себя вот это ну вот вы сейчас почувствует что это нечто такое спокойное располагающее к отдыху коснул даже вот я говорил же что сказитель сказывать пока все не народная терапия такая да 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 вот может это у меня и склад такой вот хотя и сказки люблю веселые вот так что свадьбы зовут но я обычно а сказки вот как их рассказывали обычно вот ковсков обычно это во-первых все говорят ну сказки созовем детей в основном сказки взрослые рассказывали то есть это были бытовые сказки там дети многого и не поймут а для сказки для взрослых были это в основном сказочный репертуар это для взрослых для детей были сказки о животных и это маленькая часть вообще всего сказочного корпуса все бытовые там про солдата анекдотическая история вот эти про свадьбу это все уже взрослые дела а много у вас и молодежной вашей копилки сказок вот сказок что-то я не веду учет ну десятков несколько то есть может 20-30 есть может поболее выпустить в книге вот на самом деле мы же мало знаем русских народных или все таки вывод неправильно видите стереотипы как работают вот есть письменная литература это книги а есть устная литература вот которая бытует именно в устном виде если я запишу книгу и это все будет не то хотя аудиокнига это другой разговор об этом конечно у меня кстати есть уже диски я наговорил сказки которые вот у меня в памяти есть и и будут еще желательно конечно все это в таком видео передавать чтобы ставили слушали и главное сами-то перенимали и дальше рассказывали своим языком можно ведь это такое дело в одной избе так расскажут другой вот у нас такой стереотип вот там курочка ряба и вот мы знаем и вот и до и слово в слово и где не возьмешь а то что это было там десятки и сотни вариантов этой курочки всяко по-своему и любой другой там сказки вот сожалению это утрачено вы вообще во всех регионах областях были россия да нет в основном русский север русский север потому что сложно а где то бы еще хотели побывать и вот познакомиться конечно конечно интересно я любую возможность использую но так как я уже пошел по-русскому то сюда и зовут здесь какие-то связи уже наработки вот и я главное ведь когда ты едешь ты можешь записать только то что ты уже знаешь что ты это запишешь вот чем дело то есть перед поездкой большой период изучения ты должен освоить и уже знать то есть ты уже должен реально уметь и сказывать и петь когда ты едешь тогда ты запишешь если ты приедешь как чистый лист ну ко мне что-нибудь расскажите то ты ни с чем уедешь потому что люди не будут понимать зачем ты приехал когда ты уже сам носитель тогда да с тобой уже вот ты задаешь правильные вопросы и тебе правильно отвечать вот поэтому если о южных регионах то там нужно подготовиться основном поэтому север ну север у нас большой так что тут есть многие там я вот был мизень печора а вот пиньево уже меньше а карелия вообще не бывал то есть есть куда еще сейчас поеду вот в этом месяце в тереберка это мурманской области там будем знакомиться с людьми а как вы о них узнаете и вот приезжают разные проекты разные проекты в тереберке там хотят вот создать проект поднять немножко поморский хор там и так далее пообщаться москвичи вот какое-то совместное творчество поднять немножко этот населенный пункт даже тереберку посмотрим это мне будут весь тоже предвкушение что я там увижу с кем познакомиться значит скажите есть ли какой-то интересный проект который вы бы еще хотели реализовать давайте помечтаем на помечтаем моя мечта может кто-то откликнется там и все об этом тоже подумают и как-то помогут мечта конечно у меня вот сейчас идет издание всех были свод русского фольклора 25 томов все были на которые были записаны будут изданы печора вышло уже первые два тома посвящен 280 текстов а я конечно мечта чтобы вот эти тома которые стоят у некоторых на полке мертвым таким грузом они зазвучали соответственно это все надо озвучить разными напевами пропеть и конечно это будет еще уж не знаю сколько это дисков даже мне не предположить сколько будет этот напитый материал но будет такое интересное собрание где-то ну например там былины деревне лавышская то ваш это он будет там 5 дисков можно от андрея федоровича пономарева вашего сказать 6 былин записано и вот ставит человек и слушает все эти былины красота и так по всему северу насколько хватит ли моей жизни на это это мы хватит все ваше задумано обязательно сбудется александр спасибо вам очень было интересное интервью благодаря вам я прикоснулась к миру наших предков вам спасибо что вы обратили на это внимание потому что тема такая требующая внимания спасибо это была программа актуальное интервью сегодня у нас в гостях был известный сказитель александр маточкин до новых встреч